Поклонники Meizu получили в своё распоряжение большой M3e. Экран стал побольше, объём накопителя подрос и стала мощнее батарея, и этот 6-дюймовый фаблет зовётся Meizu M3 Max. Из названия понятно, что фаблет принадлежит к линейке смартфонов M3, только теперь у нас 6-дюймовая версия. Разумеется, в связи с этим пришлось ей батарею подтянуть, чтобы не было совсем печально по автономности. Но как смотрится аппарат на фоне конкурентов, каждый решит для себя сам после просмотра видео, ну а мы пока взглянем внешне на M3 Max. Те кто знаком с версией M3e не увидят ничего нового, так как дизайн не претерпел изменений, оно и понятно, так как это один модельный ряд, у нас монолитный металлический корпус с пластиковыми разделителями антенн, грани скруглены и отделены визуально от задней части полированной срезанной фаской, по бокам привычная всем клавиша блокировки и качелька громкости, слегка утопленная в корпус, с другой стороны гибридный слот под две сим карты, либо сим карта и флешка, хотя я все же жду, когда уже этот гибридный слот оставят в покое и сделают отдельные слоты под две сим карты и флешки, место внутри смартфона позволяет сделать это, ну просто видимо лень, но не будем о грустном. На верхней грани дополнительный микрофон, снизу разъем для наушников, динамик, микрофон и разъем microUSB, на передней панели у нас защитное стекло со скругленными краями, по технологии 2.5D, олеофонное покрытие имеется, сверху камера на 5 мегапикселей, датчики освещения, приближения и разговорный динамик, снизу клавиша со встроенным сканером отпечатка пальцев, дополнительных кнопок на нижней грани нет, так как основная клавиша выполняет несколько функций на касание и нажатие. Задняя часть радует не выпирающей 13 мегапиксельной камерой, модулем от Sony AMX 258, рядом двойная двухцветная вспышка, говоря о экране можно сказать, что яркость подтянули, теперь экран стал ярче и сочнее, разрешение Full HD, цвета приятные, картинка четкая, относительно углов обзора то искажений нет и все на достойном уровне. По начинке у нас далеко не самый свежий восьмиядерный чип Mediatek Helio P10, а именно МТ6755, это 4 ядра Cortex-A53 на 1.8 ГГц и еще 4 Cortex-A53 на 1 ГГц, кто-то скажет слабенький, да вы правы, на фоне конкурентов выглядит слабовато, но главное это то, что в первую очередь это бюджетный фаблет, а значит в нем и не должна стоять топовая начинка, иначе цена была бы соответствующей. За графику в фаблете отвечает Mali-T860 MP2, по оперативке у нас 3 ГБ, внутренний накопитель на 64 ГБ, по сенсорам и датчикам есть пожалуй все, кроме чипа NFC, имеется вайфай, блютуз, версии 4.1, поддержка LTE, программная часть это Android 6 с фирменной оболочкой FlymeOS 5.2. Сразу затронем комплект, он пусть и банален, но весьма необычная подача, коробка нестандартная и для бюджетника как минимум это необычно видеть, закрыта коробка картонной рамкой с прорезью, в которой виднеется слово MAX. Под ней скрывается основная коробка с откидывающейся вбок крышкой, под которой уже сам смартфон в пластиковой нише, под ним бумажки, булавка для извлечения сим-лотка и кабель с зарядным. Коробочка очень привлекательная, но по сути она важна лишь при первом впечатлении, через месяц-другой вы ее вряд ли найдете у себя, по удосту пользования и хвата фаблета нареканий нет, тут придираться особо не к чему. Телефон в руке лежит удобно, ничего не впивается и не вызывает дискомфорта, и раз у нас экран стал побольше, то и батарею как уже говорил, подтянули до 4100 мА, разумеется не рекордный показатель и неделю ходить с ним вы не будете, но день-полтора при умеренном пользовании продержаться сможете, а сократить время передышки поможет функция быстрой зарядки. По камере особо говорить нечего, при недостаточном освещении вылазит много артефактов и шумов, также автофокус слегка медленный, но есть ручные режимы съемки, возможность создавать гиф-анимацию, фото с возможностью смены фокуса и т.д. Видео пишет при этом в разрешении full hd, разумеется можно и получше, но опять таки это не флагман и ждать ни волшебства не стоит, за свои деньги все работает как нужно. С фронталкой кстати выходят неплохие снимки и себя любимых, так что болеющие селфи будут рады, для этого и функционал камеры богат на всякие улучшения и корректировки. Аппарат неплох, в меру шустро себя ведет, все зависит опять таки от требований к фаблету, если вам нужна мощная игровая платформа, то это явно не та категория ценника, берите явно повыше. Но если вам нужен фаблет с четким и большим экраном, для просмотра видео, интернет серфинга, послушать музыку, читать книги и для не слишком требовательных игр, то думаю вариант при невысоком ценнике очень даже неплох, учитывая что цена для многих является важным ключевым фактором. Так что выбор как всегда за вами, но у меня пока все, с вами был Евген Ищ, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok